Я молодость так часто вспоминаю и в мыслях что-то там меняю. Так хочется, чтобы время повернулось, и каждому к нам молодость вернулась. Наверное, стали по-другому жить и Богу искренне служить, но жизнь летит быстрее света. На все вопросы не найти ответа. Я понял, что не надо ждать, ведь не вернется время вспять. Сейчас все можно изменить и Богу искренне служить. Вот что сделал я для Бога? Куда ведет меня дорога? Вопрос себе я этот задавал и долго на него не отвечал. Родители мои служили Богу, ходили на служение в синагогу, учили жить нас по Писанию, а жить мы переехали в Вифанию. Я город этот быстро полюбил, хоть мало в нем тогда прожил. Там возвышалась Елеонская гора. На ней скрывались мы, когда была жара. Кто смелый был, на гору поднимался и Иерусалим предзором открывался. Там возвышался Божий храм. Я видел это лично сам. Так вот, ходили разговоры. Я сам последовал ликторой, что в мир пришел служитель Божий, на всех других у них похожий. Молился, чудеса творил, и говорят, кого-то воскресил, все говорили, он святой. Я думал, а кто это такой? А в Вифании я с девушкой дружил, я о пророке как-то говорил. Она сказала, так он мне знаком. И завтра к нам приходит дом, ты тоже приходи. Я кушать приготовлю, тебя с Иисусом познакомлю. Мария будет, Лазарь брят. Уверена, ты будешь очень рад. Я волновался идти к ней. Там будет Иисус среди гостей. Я волновался в горле ком, но я постучался к Марфе в дом. Она на кухне суетилась, еды-то много кипятилась, а Мария ей не помогала. Ну, Христа словам немало. Я думал, а что она сидит и на помощь Марфе не спешит? Ну, и Марфа говорила, Мария, ну, слушай, ну, ты же Иисуса пригласила, ну, немножко помоги, проверь, там, готовые пироги. И тут Иисус вступился в пор. Зачем? Большой не нужен стол. Мария лучше избрала, сидела, слушала, молчала. Ты суетишься много, а зачем? Вопрос задал, как будто всем. Мария лучше избрала для себя, сидит и слушает, любя. Я думаю, ну, странные слова. Мария ведь не такова, все знают, надо ей меняться, за нее не заступаться. Тогда большое было угощение. Иисус благодарил за приглашение. Мария всем сломала, вот, внимала. А Марфа дом свой убирала. Ну, почала я вечерки мне не понять, как мог Иисус Марфе сказать, зачем заботиться кормить гостей, бери пример сестры своей. В Ифании не все Марии уважали. Косые взгляды ей кидали и называли даже грешницей ее. Я молод был, не понимал всего. Да, многое тогда не знал, судил Марию Марфу, защищал. Сейчас, конечно, понимаю. И сам у ног Христа сидеть желаю. Однажды Марфа мне сказала, что ее брату плохо стало. Не знает, как ему помочь, а на дворе глухая ночь. Ну, никто не думал, не гадал, но ту семью постек удар. Наутро умер Марфа, брат. Я думаю, ну, как же так, а где Иисус? Он должен быть, такое горе надо разделить. Но Иисуса в доме нет. Я не могу найти ответ. Но никто же не знал про Божий план, который был Иисусу дан. Он где-то задержался на два дня, а понять это сложно для меня. Под вечер Лазарь похоронили. Могильный камень привалили. Смотреть на Марфу было больно мне. Я думал, происходит все во сне. Прошло четыре дня, Иисус пришел. Я мира в сердце не нашел. То, что случилось, мне не объяснить. Он сказал, камень отвалить. Уже смердит, Марфа сказала. Но это было лишь начало. Поднял глаза и к небу руки он и громко крикнул. Лазарь, вы него! И стало тихо на толпою. Я тайну вам сейчас открою. Всем стало страшно. Но каждый усомнился. Тут умерший появился. Но как объяснить, что испытал народ? Воды набрали, будто в рот. А Иисус, да, выпиленный снимите. Лазаря досыта накормите. Все в жизни поменялось. Молвай об этом. Радмеслазий. Плохое думать я боялся. Что с ним знаком, я восхищался. И хотел даже мысли изменить, чтобы Бог мог сильнее любить. Он сказал, нельзя делами Бога заслонять. Я Марию вспоминаю и расспросить ее жила, откуда могла ты знать? Не буду Марфе помогать. У ног Христа буду смотреть. Да для хозяйки, это же смерть. Вы пригласили людей в дом и не заботитесь о том, кто будет пищей заниматься. Так надо в этом разобраться. Марию думали и судили, плохо говорили. А для нее ответ был прост. Не важен быт, важен Христос. А по-человечески мне не понять. Немножко хочется ругать. По дому девушка не помогает. Ну так женихов всех распугает. Я позже изменил об этом мнение. Пришло на сердце откровение. Работа ведь всегда по дому будет. Не факт, что Иисус к нам в дом прибудет. Бросайте все, когда Спаситель рядом. Наперекор всем жизненным укладам. Цени возможность занимать места. И желательно поблизости Христа. Мария лучше избрала для себя. У ног склонилась от царя. Не важно, что сказали ей. А важно, что Иисус здесь рядом с ней. Однажды Иисус пришел в соседский дом. Народу было полно нем. Собрались книжники и фарисеи. Напротив Иисуса сели. Тут Мария снова удивила. Она кувшин с миром разбила. И эта мира на Иисуса льет. А всем слышно, что Мария ревет. Один сказал, причем такая отрада. Могли бы выручить много зла. Продали бы деньги. Это вздор. Иуда был известный вор. У ног Христа Мария плачет. Да что такое это значит? Все знают, грешница она. И мира вылила до дна. Слезами ноги умывает. Волосами отирает. У всех в глазах немой вопрос. Как допустил это Христос? Нет, он не пророк, Симон сказал. Был бы пророк, ее бы знал. Зачем такое допустил? Христа, так Симона осудил. А Иисус сказал, ты не смущай ее. Она лишилась всего. Фунт мира драгоценного разбила. И милость Божью заслужила. Когда к тебе в дом пришел, для ног и умывальники нашел. Она слезами ноги мне омыла и волосами осушила. Ты целование мне не дал, когда тебя я повстречал. А эта девушка целует ноги мне. Она прощенная вполне. За то, что сделала, ее прощаю. Грехи ее не вспоминаю. Она не грешница, она святая. Ей доля выпала такая. От этих слов я прослезился. За свои мысли повинился. Ведь я Марию тоже осудил. А Иисус ее простил. Неважно, кем ты был до Бога, куда вела тебя дорога. А важно то, что ты живой. Распоряди своей судьбой. Отдай Иисусу дорогое, быть может для тебя, на родное. Отдай все целое самого себя. И скажи Иисусу, я люблю тебя. Пусть прошлое тебя вдруг не тревожит. И понапрасну жизнь не гложет. Живи для Бога настоящим. Будь для служения подходящим. Я долго думал и размышлял, а что Иисус нам сказал, когда Марию не судил и все грехи ее простил. Не обращай внимания на суды людей. Ты к цели двигайся своей. А наша цель сидеть у ног Христа. При жизни надо занимать места. Про Лазаря, Марию, Марфу знают. Семью часто вспоминают. А что известно о гостях? Марию, кто судил в сердцах. Марию все судили, хотя и пред Богом все грешили. Судили. Говорили, а Иисус молчал. Хотя всю жизнь Марию знал. Вифания Марию знает и даже песню посвящает. А про гостей уже забыли, которые ее судили. С тех пор прошло много лет. А мне покоя не дает беда. Но кто сказал ей мира принести, разбить его и милость обрести? Теперь для нас звучит вопрос. Вот кто для тебя, Иисус Христос, готов ты цену заплатить и Богу искренне служить? Вопрос звучит и нет ответа. А если спросит Бог за ответ, ты скажешь, как служить? Да очень просто. Не грешить. Друг другом в церкви дорожить. И никого-то не должен не судить. Плохое им не говорить. В живой поток должен ходить, на стройку деньги приносить. Виталия еще благословить. Кого-то рядом не дурить. Долги все нужно возвратить. Мужикам надо жен любить, желать на своих. Ведь наша цель сидеть у ног Христа. Давайте будем занимать места. Ответы ищем мы в Писании и вспоминаем Марию из Бифании. Аминь. Аминь. Аминь.